Губернатор Алексей Гордеев не скрывал своего разочарования, когда на выборах мэра в 2013 году к урнам пришли менее 25% воронежцев. И это во время пика его популярности. А кандидатуру своего заместителя Александра Гусева он предложил лично, и главным слоганом избирательной кампании стала «Мы одна команда». На следующий 2014 год, уже когда Алексей Гордеев переизбирался на второй срок, явка в Воронеже подросла, но все же лишь менее трети горожан проявили интерес к своему политическому будущему. Может быть действительно овчинка выделки не стоит? Если люди аполитичны, не используют свое право избирать и быть избранными, то тогда отказ от всенародных выборов мэра логичен, и есть другие предусмотренные законом способы избрания главы Воронежа. Есть такая стишок детский, помните? Дело было к вечеру, делать было нечего. А теперь дальше прозой. Депутаты Головин, Гребенкин, Захаров сообразили на троих. Понимаете, это отзывается только так. По-другому это даже нельзя квалифицировать. Более того, меня удивляет позиция депутатов третьего созыва, которые здесь сидят в четвертом. У них что, память отшибла? Или настолько они вообще привыкли ползать на коленях? Ползали и ползали на коленях дальше. Для чего вы сюда переизбирались? И еще один вопрос. Да, может быть система, случай, когда мы будем менять систему выборов. Ну, например, так захотело большинство народа. Вот захотело население города Воронежа. Провели референдум и сказали, да, хватит нам возиться, не будем на выборы ходить. Отдадимся депутатам и губернатору. Пусть там сами решают. Но вы же не хотите проводить референдум. Вы не хотите жить, как Швейцария, как другие порядочные страны, когда обращаются к населению за вопросом. Поясните, разъясните, давайте согласуем. Нет. Вы говорите, на выборы не ходят. А на ваши выборы ходили? Здесь 23 процента называют. Очинитесь. Явка-то была и на выборах депутатов, и на мэрских выборах. От 13 на 15 процентов. Все остальное это вброс для того, чтобы прошли нужные люди. Это что теперь? Эти вот люди, пришедшие за деньги Воронежской коммунальной палаты, пришедшие за деньги, которые, как говорится, сшибают с продажи построенных домов. И они что теперь будут нам избирать еще и мэры? Действующим депутатам тоже было что сказать в ответ на критику отмены всенародных выборов мэра и наделение народных избранников полномочиями для назначения градоначальника. Кто такой мэр? И какими задачами, вопросами он занят? Это и уборка города, и благоустройство, и градостроительная политика, коммуникации, детские садики, социалка. Где там политика? Это нормальный хозяйственник, он должен быть с опытом и с образованием. Это тот подбор квалифицированного специалиста, директора города, который нужно сделать квалифицированно. Я, честно сказать, здесь понимаю, где можно увидеть элементы политики, да? Но если взять конкретную работу, конкретного человека, и от нее действительно зависит жизнедеятельность всего города, это несколько иные функции, которые должны быть в этом человеке. Когда избирают депутата, да, это представитель, представитель от определенного избирательного округа, да? Его чаще всего выбирают как? По его жизненной позиции, по его биографии. Кто-то читает его лозунги, но редко кто читает его программу. Когда мы говорим о руководителе города, то кто читал вообще и биографию, и программу, и может оценить его квалификацию и опыт? Почему сегодня именно такой механизм рассматривается как один из механизмов? И я думаю, что еще будет много обсуждений на эту тему, и будут проведены корректировки по изменению уставов, если бы такое будет дальнейшее движение происходить. Но я лично считаю, что должен человек быть профессиональным, это прежде всего, с опытом работы. Два, и понимать, что такое город, что это действительно большое такое предприятие, которое должно эффективно работать. Нужно понимать, какие у нас есть стратегические ресурсы, геополитические ресурсы, культурные у нас уже накоплены, богатый опыт, чтобы привлекать сюда в том числе и туристов, когда мы говорим об этом. И следующий вопрос, я хотел поставить, наверное, знаете какой? Не о политике, а о времени. Какова цена ошибки, когда мы избираем на пять лет неквалифицированные специалисты? Свою жесткую позицию против высказали и представители оппозиционных политических партий, представленных в Воронежской городской думе. По их мнению, отменять всенародные выборы мэра рано, и этот вопрос требует более глубокого изучения. Наши граждане сами сделают свой выбор. Они умнее и квалифицированнее многих депутатов, в том числе сидящих здесь. Поэтому такие заявления действительно неправомерны. Вот прежде всего нашим уважаемым депутатам надо быть более корректным своим гражданам. Они являются народными избранниками. Это тоже очень важный вопрос. Так вот, что касается провокации и диверсии, действительно, многие говорят, что это некая провокация. Что же происходит? Сейчас, в данное время, когда все рушится, когда уже и область, и город практически банкроты, надо быть ближе к людям, надо идти к людям, надо с ними общаться, надо их на свою сторону каким-то образом перетягивать. А мы повышаем налоги, цены, убираем народные маршруты и так далее. Это действительно провокация в данной ситуации. Нет интереса, как говорят, к выборам. Интерес есть и огромный, просто нет интереса к таким, именно к этим выборам. Как мы уже привыкли говорить, и не только мы, селянинским выборам. Это уже притча во языцах. Но будут и другие выборы. Поэтому выборы действительно надо менять. Сам процесс к этому волеизъявлению должен быть совершенно другим. Выборы должны быть честными, открытыми, конкурентными и без всяких, так сказать, чеченских результатов, что называется. Также против и представителей политических партий, не имеющих депутатов в городском парламенте. Надо не встраивать в устав города вот эти вот фантазмагарические идеи, а править, как говорили правильно мои коллеги, лечить больного. Надо изменять систему законодательства внутреннего по избранию. Вот эту конструкцию надо сделать прозрачной, доступной. Я уже не говорю про сейчас финансовую составляющую. Нет формализованного общественного договора между выбранным мэром и населением. Ну какой это может быть договор? Это программа. Поэтому что надо разумно сделать? Программа должна быть обязательной составляющей при выборах мэра. Доступность. Сделайте выборы мэра доступными для граждан. Покажите товар лицом. Сделайте диспуты обязательной нормой, которую должна организовать администрация города. Я говорю, финансы для меня это вообще ничто. Ничто, потому что они просто валятся, валятся, валятся. И валятся в карманы тех, кто влез в депутатский корпус, кто влез в органы власти, кто лоббирует все законы. Я уже не буду говорить про моих друзей из ДСК, компании «Выбор», про этих лоббистов, которые все делают для того, через нормативные документы, чтобы получать громадную выгоду. Депутатам Воронежской городской думы предстоит принять нелегкое решение. И трудно предположить, то ли со знаком плюс, то ли минус их имена войдут в историю столицы Черноземья.